Занятия по робототехнике, мастер-классу, викторины на тему здоровья – всё это можно было увидеть во время праздника «Здоровый двор – здоровый город». Первый в этом году фестиваль проекта завершил зимний сезон и в последний раз прошёл в закрытом помещении. Основная задача проекта – это рассказать людям что-то новое, дать возможность заинтересоваться различными видами деятельности. Это основа здоровья. Для того, чтобы люди начнут общаться, люди, в принципе, свойственны людям, искать какую-то группу, в которой они могут социализироваться, в которой им будет комфортно, и они будут общаться. И мы хотим сделать так, чтобы вот это всё создавало именно вот эту удобную атмосферу для людей, для общения, и рассказывало им, то есть какие у нас есть разные секции, какие есть разные занятия, которые можно занять. Также здоровье мы рассказываем, проводим викторины для детей по гигиене. Первый в этом году фестиваль разделили на два блока – утренний и вечерний. В первом гостей ждали разнообразные мастер-классы – лепка из пластилина, создание различных форм из конструктора, управление роботами и ирландский степ. А вечером всех желающих пригласили на танцевальные соревнования и выступления севастопольских профессионалов. Она, к сожалению, позже начинается, потому что нужно тёмное помещение. Оно основано уже танцы с эффектами дополненной реальности. Когда на танцоров проецируются специальные проекторы, танцор танцует, а вокруг него создаётся определённая иллюзия. Помимо развлекательной программы, на празднике можно было узнать больше о своём здоровье. В одной из зон медики проверяли зрение и проводили викторину среди детей на знания правил гигиены. Ещё одна интересная и захватывающая часть фестиваля – это выставка российского художника Алексея Андреева, который работает с технологиями дополненной реальности. Эти картины проекту предоставила библиотека филиал номер 4. Библиотека предоставила нам эти замечательные 15 работ. Полный сборник всех работ на улице на территории данной библиотеки. И в рамках нашего мероприятия картины дополненной реальности через экран мобильного телефона или любого планшета можно посмотреть, как на экране оживает та или иная картина. При помощи скор-кода можно скачать приложение. Оно сразу вас отсылает либо в Play Market, либо в Google Market. Скачивается приложение, и при помощи этого приложения вы можете навести экран своего мобильного телефона на картину, и сразу она оживёт. По мнению организаторов, такие праздники проводить важно. В прошлом году состоялось пять подобных фестивалей. Три в парках и скверах города и ещё два в ТЦСИМОЛ. Изначально планировалось их проводить не более двух раз в год. Но люди заинтересовались и количество увеличили. Здесь мы проводим мероприятия, наверное, третий или четвёртый раз. Люди уже об этом знают, люди уже посещают. Конечно же, есть многие факторы, которые определяют посещаемость, массовость посещения. Но когда это происходит во дворах, это, конечно, очень массово, потому что люди видят, слышат, что проходят мероприятия и подходят. Гости праздника признаются, что ожидали меньшего масштаба. По их мнению, получился интересный и полезный фестиваль. Пришли и очень удивились масштабу. Понравилось очень, как много всего представлено, как много того, чем ребёнок может заинтересоваться здесь. Закрытие зимнего сезона проекта «Здоровый двор – здоровый город» прошло интересно и познавательно, а главное – весело. Жители Севастополя признаются, что уже ждут, когда праздники перенесут обратно на улицу, ведь так получается более атмосферно. Мария Олегина, Марина Шумейко, Юрий Риутин, Севинфорумбюро.